В Центре культуры и искусства «Спутник» впервые прошел чемпионат города Фокина по настольному хоккею. Эта игра знакома большинству жителей нашей страны как детская забава, а не полноценный вид спорта. Однако и здесь есть свои чемпионы. Чемпион Приморского края по настольному хоккею Олег Стефанюк показал Фокинсам, как побеждать в этой игре. Многие хоть раз пробовали играть в настольный хоккей или в его вариацию – настольный футбол. Эта игра уже давно стала общепризнанным видом спорта со своими правилами, чемпионатами и рекордсменами. Настольный хоккей – игра для двух человек, которая зародилась в середине 20 века в Швеции. В России настольный хоккей появился и начал развиваться в Санкт-Петербурге в 80-х годах. На Дальнем Востоке есть своя федерация настольного хоккея. Президент федерации – предприниматель Вячеслав Кокорин. Чемпион Приморского края Олег Стефанюк занимается настольным хоккеем уже более двух лет. Он рассказал, как в Приморье возродилась эта игра. Получилось всё спонтанно. То есть мы хотели как-то структурировать своё свободное время. Кроме того, что мы занимаемся, организовываем в городе Владивостоке встречи клуба меломанов. То есть это людей, которые любят слушать виниловые пластинки. Мы решили ещё сделать вот это событие для нашего города, чтобы была возможность. Раньше в Владивостоке эти соревнования проходили в 80-х годах. И у нас даже чемпионы были каждого района. Ну и мы решили эту систему возобновить. Настольный хоккей является официально признанным видом спорта в нескольких европейских странах. Например, в Латвии. Многие страны проводят турниры внутреннего и международного уровня, национальные чемпионаты, чемпионаты городов, чемпионаты Европы и мира, на которые выезжают лучшие игроки по результатам внутреннего отбора в течение сезона. Этот вид спорта стоит наряду с дартс, шашками и шахматами, но более динамичен. Развивает такие качества, как умение концентрироваться и держать внимание, скорость реакции. Здесь очень важно контролировать свои эмоции во время игры и играть в пас. Основная ошибка всех людей, которые начинают играть в эту игру, это просто бить по шайбе. А здесь, оказывается, стратегия игры ничем не отличается от настоящего хоккея. Но гораздо проще это все организовывать в различных местах. То есть мы и в военные гарнизоны уже ездили, и в библиотеках делали, и в картинных галереях это уже делали. Еще, правда, ни в одной школе не провели, но тоже есть планы. Поэтому хотим сделать, чтобы это было массовым видом спорта. И в каждом Доме культуры это стояло, потому что это очень просто, как бы организовывать эти соревнования, и всем детям очень интересно. Взрослые тоже с удовольствием играют в настольный хоккей. Стоимость профессиональной платформы, а они встречаются разных модификаций, невысока. Каждая семья вполне может себе позволить купить настольный хоккей и даже участвовать в чемпионатах. После каждого чемпионата к нам гигантский наплыв. По 10-15-20 человек новых членов к нам записываются. И вот это радует. Да, люди? Люди, как выясняется, они даже не подозревали, что такое возможно. Что оказывается, в настольные игры можно играть на хорошем спортивном уровне. Что существует Международная федерация настольного хоккея, Всероссийская и Федерация настольного хоккея Дальнего Востока. Поэтому, когда они попадают на наши мероприятия, мы всегда получаем новых друзей. Чтобы попасть в Федерацию настольного хоккея, нужно просто в него играть. Сейчас настольный хоккей – это спортивная игра, отличное времяпровождение в качестве досуга, путешествия, возможность расширить свой круг общения и найти новых друзей. Юлия Цыганова, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.